4 августа, знаменательное событие, мы первый раз едем буханкой, нашей булочкой, с ночевкой, туда в сторону Малого Голову, Снова Джесси, не прыгай на меня, покажу, как мы устроились и расскажу, куда едем. Значит, вот так Боря упаковывает, кто видел предыдущих видео, клел он эту сетку сам, на багажник, кстати, самый дешевый вариант, это купить веревку и сплести сеточку, чтобы не растрепалась вот эта вот накидка на ветру. Значит, едем мы собирать чернику, малину, да, ребята, сейчас начну спереда, вот это наши места, Боречка всем сделал, ну, в общем, я так, давайте в общем покажу, что мы с собой везем, а потом на стоянке уже разгрузимся, покажем, как мы будем отдыхать, что делать, мы едем на 3-4 дня примерно, 3-4 дня, это наши эшелоны с Борей здесь, наши сиденья, покажу, как детки устроились, Боречка там пока допаковывается, сейчас 12 часов дня, мы старались выехать пораньше, ну, в принципе, планировали примерно в 12 выехать. Ребята, пока мы стоим, читают книжечки, да? Джесси уже устроилась, хотя ее сюда, честно, никто не звал, она уже знает, что здесь ее место, с нами горшок, игры, ну, много-много всего, вот, да, мед для того, чтобы сделать варенье с малины, потому что мы малину планируем насобирать хоть немножечко, да, ребята? Там знаем, где маленький малинечек есть. Все уже пристегнуты, готовы? Да. Все? А, тебя еще нужно пристегнуть. Так, показываю, ребята, здесь, короче, у нас аптечки, все как положено, наверху спальники, все, мы будем раскладываться, все покажем. А здесь у нас, смотрите, какой холодильник, Боря для него сделал подставку, чтобы там он не нагревался, и все, покажу, что у нас в холодильнике. Он у нас забит яйцами, творогом, еда собаки, еда нам, брынза, ой, еще молоко будем ехать по пути, купим подсолнечное масло, огурцы, помидоры, видите, там все у нас, морковка, лук, огурцы, помидоры, капуста, в общем, все, лимончик, шоколад, и даже морозилочка есть. В морозилочке у нас творог еще запасной стоит, вот этот мы съедим первый, а в морозилочке потом, чтобы он, ну, дольше простоял, разморозим его через два дня. И для того, чтобы холодильник не двигался, у нас есть вот такой вот крючочек, и мы его вот сюда, в эту дырочку прицепим. Ну, мне одной рукой неудобно, я потом сделаю это. Ну что, ребята, едем в путь? Да! Дорожку, правильно? Да! С чего вы ожидаете от поездки, поделитесь? То, с чего ожидаете, дайте по очереди. Мы покупаемся в речке. Так, я сейчас сделаю. Ягоды и речка. Ягоды и речку. И пляж. Речка застыла. Нету, там каменный. А мы помнишь, куда поедем с тобой? Там, где мы ездили в том году на шашлыки, не в том году, а когда там, тогда, Боречка. Зимой, да. Там, где озеро. Боря, не видно. Так, что? Что ожидает? Тихо, 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 стой. А то, как только настроилось, ты сразу убегаешь. Я здесь. Там же пляж есть каменный? Ну, каменный, да. Ну, мы мелкие там. Я там копейкой проезжал. Да, да, да. Через это. Я уже думал, что там он застыл. Да. Слушай, а чего ты ожидаешь? Что там речка застыла. Так сейчас не зима. Сейчас же лето. Вернее, ну так, засохло. А ты чего от поездки ожидаешь, расскажи? Чего бы тебе хотелось, чтобы было в поездке? Все. Я, например, ожидаю посиделки у костра. Я очень люблю, когда мы у костра сидим всей семьей и поем песни. Да, это твой рюкзачок, твоими игрушками. Там у тебя Мишка Тедди, да? И Настенька. Куколка, да? Настя ее зовут? А? Куклу, да? Нет. Алена. Алена. И Алена, да? Куколка у тебя, Алена, там. Я покажу. Покажи. О, я знаю. Подождите, сейчас покажет. Давай, пока ты открываешь, хорошо? Тема скажет, чего он ожидает. Открывай, открывай, покажешь. Что там будет много блинчиков. Блины ты хочешь, чтобы я пекла? Нет, блинчиков. А, а то блины я в миксер не брала. Это будет слишком уже, чтобы я там блины еще пекла. Ты что? А ну, это Алена, да? А еще где Мишка Тедди, покажи. Это его коробочки, он обожает у нас коробочки. Я уже где-то говорила. А еще где у тебя Мишка Тедди? Покажешь? Я лапку его увидела. Ой, увидела лапку. Я лапку увидела, Мишка Тедди, вон он там. Вон, кто увидел лапку, ставьте лайк. Кто увидел лапку? Вон, смотри. Ой, ой, шерстка, шерстка. Ой, носик увидела. Куда ты его закрыла? В общем, ребята, кто увидел Мишку Тедди, поставьте лайк. Ха-ха-ха, класс. Ты прячешь Мишку Тедди? Да? Я тебе сейчас помогу, я тебе сейчас помогу засунуть туда. Так, ребята, книжки сдаем. Перевозим. Книжки сдаем. А брата закладку не увидите. Стой, держи, держи, держи большую. Держи большую. У нас книжки. А, кстати, я же покажу вот рундучки. У нас здесь игрушки, разные вещи, печка, бумага, шапочки, детские книжечки. Давай. Это сейчас мы все сюда поставим, потому что в дороге читать нельзя. Все, папа, закрывай. Вот таким образом у нас очень красиво упакован багаж. Чудесно. Вот это теперь мне нравится. Да? Да, давай покажу серфу. А то мы в тот раз ездили, он растрепался. Багаж полностью растрепался. Ну как, ветром треплет вот эту материю и рвет ее. И она бесполезна. О, такая у нас получилась сеточка. Цена вопроса 1000 рублей за веревку. Да. В принципе, можно заказать. Ребят, есть сайты, где можно заказать сетку. Вообще там буквально она выйдет вам в 500 рублей, ячейка 10 на 10. Но у нас не было времени. Нам было очень срочно. А она пока придет из Москвы. Доставка просто. Поэтому у нас не было выбора. А вообще есть... Давайте так, я в описании оставлю видео сайты, где я нашла, кому нужна такая сеточка. Потому что для багажников сетки вообще не продают. Мы искали, пытались найти рыбацкую сетку, пытались найти волейбольную сетку. Какие мы только сетки не пытались найти. Либо 9000 цена за волейбольную сетку. Зачем нам такая? Либо вот доставка с Москвы. Пока заказ делаешь, пока проплатишь, пока доставят. Нам нужно уже было уезжать. Поэтому либо самому сплести, либо доставка. Я сайты оставлю в описании видео. Где мы хотели заказать, но не заказали. Все. Ура! Выдвигаемся, ребята! Такое настроение классное. С ночевками. Первый раз. Ух! Ух, папочка! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Проезжаем горячий ключ. Вот сейчас, через пару километров, начнется... Терка. Терка мы ее называем. Аттракционы под названием терка. Ну что, поехали! Терка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А это мы едем, дорога такая Она у него открывается через каждые 10 секунд Он закрывает ее, закрывает, закрывает, закрывает Говорит, сейчас буду встану и буду делать посреди дороги Давай, папа, может мы пока перекусим, а? Да, и тебе сделаю что-нибудь перекусить Да, можно отстегиваться Приятно? Спасибо Я тут на горшке уселась Стульчиков нету, все там Или в багажнике Стульчик на лебедке Че ж ты молчала до сих пор? Ладно, уже сижу Это у нас временный перекус А приедем туда на место Уже нормально поедим Лаваш с молочком А там в селе можно будет и яиц Еще я с собой два десятка яиц взяла А там в селе можно будет еще и яиц закупить И молока купить по месту Берег усили Боря сделал двери Едем дальше Впереди по курсу гора крокодил Наша любимая Гора крокодил Ее так здесь называют Она сбоку Очень похожа на крокодила лежащего Да Загорающего на солнце Если смотреть с Голоусного Оттуда От музыкальной школы Смотришь на нее Такой Голова, туловище, хвост Огромный загорающий крокодил Бычки Молоденькие бычки Это неопытные пешеходы Неопытные пешеходы на дороге Как дети, да? Дети на дороге Тут нужно знак поставить Дети на дороге, осторожно Малая Голоусная, привет! Асфальт, приветствуем тебя! Речка! Да здравствует Малая Голоусная, да? Дети так радуются Как будто не знают Что-то такое увидим Мой господь, два народа справа Да, да, да Речка на супе Здесь дети часто просто играли Они так радуются Как будто любимую игрушку увидели Которую давно забыли Или потеряли где-то Говорит, мы же здесь играли На этом мосту Ну вот здесь они С той стороны за мостом играли Сейчас уже горох поедай А ну положи горох На стоянке уже поедим Мы сейчас к друзьям приехали У которых останавливались Которым только переехали Тетя Алена, да? Джесси с нами? Нет, Джесси оставляем в машине Подождите, мы вас выпустим Подождите, мы вас выпустим А то он может убежать Нет, не выбежала Поедем, пообщаемся Домик, знакомые эти Решеточки, видите? Это наше второе жилье После приезда в Россию Неделю мы жили в Иркутске Где-то до весны мы жили здесь Потом переехали уже в Сосновый Бород То есть это жилье до Соснового Бора Где нас пустили бесплатно поезжать Вот тоже поедем к ним Вернее, приехали к ним немножко Пообщаемся Первая наша бездорожная дорога Если так можно выразиться Проехали? Слушай По селу тут есть такая Под лесом идет дорога Прям вообще болото На заднем мосту проехали Даже без перескал Заехали мы здесь Знаете, приехали в Малоголоусное Везде по всем, кого мы здесь знаем Со всеми здороваемся Приезжаем повидаться Слушайте, полтора года не виделись Заехали поздороваться с Каниной учительницей Она во втором классе была на семейном образовании Но мы консультировались, экзамены ходили сдавали Вот с Каниной учительницей Лариса Васильевна, привет Я знаю, конечно, что она вряд ли нас смотрит, но все-таки Хочется передать такой публичный привет вам Хорошие у нас воспоминания Просто очень-очень хорошие от нее То есть от общения с ней Хотим поздороваться Теперь мы едем за село Вот так сейчас и сюда На просеку такую Посмотрим малину Съезжаем, посмотрим, где наша просека Заглохли, там и наша просека Не хотим ехать Сейчас передок включим Хорошо, когда есть пониже Два моста Включимся потихонечку И пык-пык-пык-пык-пык-пык Да, удобно Можно подъехать к любому месту, чтобы пешком не ходить Очень далеко Смородина Стой, стой Смородина красная Стой, стой Вот это? Ай-яй-яй, стой Тихо, тихо, стой Ребята, смородина красная Я ее вижу Я ее вижу Где она? Сейчас, сейчас, сейчас Подождите, подождите Смородинка моя Ты смородинка моя Ох, смородинка моя Ты шпорышечка моя у нас в Украине смородину называют шпурышка ой, смородина красная куст один, ура ребята, смотрите, какая смородина ребят, смотрите, какой красный красивый куст, господи, спасибо тебе за такой подарок скажите, приятно вообще здорово у нас дети обожают ягоду, фрукты, овощи просто обожают класс, Джессичка, смотри, что мы нашли а ну, аварийный выход ты его через окно вытянул, сына, смотри, какая ягодка смотри, красная смородинка, тут даже заготавливать нечего тут так сесть, объесть этот куст а ну, Борь, глянь, может где-то вот малина, но тут нету ничего вы, ребята, кушайте, мы посмотрим если здесь, вон еще так, Боречка, собираем, вон, смотрю, смородина красная сейчас мы тогда и заготовим ее с медом малинку нашла, вот она прям уже начала осыпаться видите, кустик, малинка да, да, малинка да, да, бери, 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 мы еще там наедимся сейчас бери, все, иди там красную ягодку обривай иди, ну здесь пару штучек, иди иди, сыночка, аккуратненько здесь и вот еще сейчас мы ведерко все пособираем и у нас в планах сейчас поехать после этого к реке сейчас дам, подожди и стать лагерем там нашли черную смородину прям целый зарос, и смотрите, как много вот там, там а там Боря нашел куст еще красной смородины сейчас мы пособираем немножко собрали здесь можно будет сделать литр варенья с красной и черной смородиной одновременно и поесть и сделать здесь много очень здесь очень много смородины вот прям кустарник такой беги, беги, беги Саша к папе пошел красную собирать потому что здесь сложно здесь заросли большие, здесь сложно собирать а мы с Пашунькой здесь, да, будем? только полегче с ней, полегче видишь, она еще там зеленая, зеленую не рвем зеленый еще куст я вот буквально чуть-чуть нарвала пойду посмотрю, где наши ребята они там красную смородину собирают они туда обходили а я этим путем пройдусь может здесь где-то кусты найду глядишь, глядишь и немножко насобираем а Джесси здесь раздолье раздолье, Джесси пока ничего не вижу что же это здесь такой куст что вы так долго здесь его собираете слушайте гигантский ну молодцы, слушайте сколько насобирали как здорово вот так все вместе насобираем я говорю, уже литром это литр можно сделать варенье давай так все вместе ссыпем раз можно попробовать черное? так, Анюк подожди, Анечка Аня, подожди давай Пашунька, а ну ссыпь посмотрим сколько варенья вышло в двухлитровом ведерке а ну ссыпай вместе смородину сыпем она очень полезная лесная ну пускай будет со всеми черешками сухие только листочки вытяни вкусно сухие вот так давай все листочки ли попадет помнишь, мы специально даже в поселу из листочков добавляли для вкуса ну все, литр варенья у нас будет смотрите класс а ты же знаете, когда в лесу растет какое оно полезное все а еще и с медом еще двойне полезное класс сейчас может еще где-то насобираем я ромашку сорву здорово ребята, вы знаете сейчас, секундочку да, 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 нашли ребята, мы вы знаете, ехали, размышляли а стоит ли шкурка вычинки как говорят стоят ли вы те затраты финансовые которые мы тратим вот на поездки в дальние места да, на поиск там чего-то, не знаю грибов, черники еще чего-то вы знаете, не проще ли было бы это все купить но когда ты покупаешь это немножко не то во-первых, ты не знаешь откуда ягода где она росла это лесная это, ну, навряд ли лесную смородину продают, например во-вторых когда сам собрал когда собрал в лесу это, во-первых, очень полезно во-вторых вот так с семьей провести время вместе пройтись вместе насладиться найденным кустом это незабываемое впечатление они никаких денег не стоят вернее, никакие деньги не смогут заменить вот эти вот или превысить вот эти чувства которые мы испытываем когда вот вместе вот так вот собираем вместе с семьей ходим это настолько столько мы наслаждения получаем что оно того стоит и в принципе выходит один на один конечно, мы тратим много времени но это время когда дети вырастут они будут с таким знаете, как восторгом вспоминать поэтому оно того стоит, ребят при заходе солнца катится наша булочка-буханочка по дикой Сибири и семья тудой, тудой, тудой едет тудой, тудой а, ты тудой хочешь? тудою, тудою она едет я знаю, что каких слов вроде бы нет в русском языке но это наши любимые выражения и мы от них не откажемся оооо а это что такое? сейчас посмотрим что это такое? непонятно ну вот покатилась буханочка значит покатилась а в ней счастливейшая семья на свете я здесь возвращайтесь сюда, здесь большущий куст смородины красной смотрите какой куст красной смородины, много, очень много чуть-чуть нашла малинки, буквально чуть-чуть горсть здесь нету малинников, где-нибудь, где кустики попадаются, вот там вот нашла поэтому чуть-чуть буквально ведерко для малины мне взяли? давайте эхе-хе, я тут супер куст смородины нашла я здесь обрываю а ребята там тоже целый куст красной смородины нашли, молодцы какие правда мы поздновато уже сюда приехали, пока ко всем друзьям позаезжали уже 7 часов вечера, комары правда чуть-чуть покусывают сейчас немножко пособираем, глянем есть ли малина и поедем уже на стоянку так приятно, слушайте, там кустик, там кустик, там кустик там пол литра, там пол литра, там литр, и хорошо насобираем, слушайте ничего страшного, оборвали тут куст и подмога пришла ко мне вот еще подмога идет, в виде Сашуньки и папы посмотри сколько мы уже насобирали, литр почти есть посмотри какой огромный куст давай помогай, а то у нас комары сейчас заедят здесь да будем выдвигаться наверное в лагерь проедем чуть-чуть вперед, там малинник чуть-чуть подальше есть, он вроде бы маленький, но можно литр малины насобирать машина везде проходная, мы по кочкам везде, здесь вообще машины очень редко ездят, видно шины иногда да, едем Сашенька как мы здесь проезжаем, я без понятия, но мы же проезжаем по болоту да по кочкам едет наша булочка булочка едет, молодец булочка в общем ребята, краткая сводка новостей от семьи Бровченко хотели мы остаться здесь, пособирать малину малины не оказалось, хотели мы здесь ночевку раз это, а? больше не оказалось больше не оказалось, мы собрали горсть малины это очень большие достижения собрали почти 2 литра смородины разной нашли один куст зеленый, черный и вот сейчас мы вот этими кудрями, да, этими будем выезжать там пасутся лошади, чтобы они настолько не стукнули, а? море пытается нас вывести на дорогу через лес мы посмотрим, что из этого получится короче, он думает, что его машина везде суща она проплывает над пеньками летает, пролетает, вернее которые тебе нужны ой-ой-ой, папа это что такое? не, конечно, я все понимаю но он хочет рискнуть? мой муж такой же бесстрашный, как и его машина это жена тут ой-ка и тай-ка и боится в общем, вот такая у нас чудесная картина, ребят испробовали буханку, надели застряли молодец, давай-давай-давай, мы за тобой понаблюдаем всем каналам что из этого получится интересненько, я думаю, не только мне одно интересно Боря только улыбается да-да, он как раз его снести очень хорошо будет да, ты смотришь, как снести его, да? да! э-э, через окно Джесси выпрыгнула Джесси, ты чё? взяла такая через окно, выпрыгнула ну, ребята как вы думаете, за сколько справимся? ставьте ставки как это сказать? пишите в комментариях, за сколько мы выйдем время пошло и придется ли использовать лебедку или не придется кто как думает, а? есть, давай-давай-давай-давай давай на всем ну, 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 ну хоть так и подтолкнуть хочется чуть-чуть, буквально, вот чуть-чуточку вот так вот Джесси, отойди Джесси, отойди папа сейчас с разгона будет ай-ай-ай, только не на меня ха-ха-ха молодец ну, молодец ну, что сказать? я не заставлю что сказать? в общем, кто сказал, что не понадобится оказались правы покажу, какой красивый задний бампер вот такой красивый весь в этом в этом в грязючке это уже автомобиль ты специально решил ее спробовать? или случайно попал? не не специально знаешь, я переживала но я что-то где-то верила внутри номер погнул номер погнул ГИБДД я ничего не делаю все нормально так, почисть его почисть, почисть плюни, почисть ха-ха плевать не будешь все, Джесси, давай ты вообще хитрая домой да, домой домой, да домой садись, Тань ну, я скажу так дай я пожму тебе руку ты молодец спасибо вообще горжусь тобой горжусь вот, булочка наша я тобой как водителем горжусь ты не представляешь, как я тобой горжусь спасибо ну что объездным путем коротким не получилось едем назад по проторенному по знакомому когда мы здесь жили копейка у нас была в том, видел а я боялся здесь ездить копейки а вот это сейчас поеду заодно и колеса помоем помоем колеса проедемся вот по этой реке на трассу выехать чтобы не объезжать но видно давай папа я говорю неужели у нас может произойти ситуация как у с Виталиком нет как с Виталиком у нас не произойдет я просто раздатка не хочет включаться да молодец а ты передачу не включил передачу не это река спокойненько передачу не включил и пытаясь ехать да так наверное лучше сюда по краешку по краешку по краешку а вот там козы пасутся представляете на такой высоте от пологий по киски спуск и вот там козочки любят пастись мы когда здесь жили снимали еще одна лужа хорошо колеса помыл? да помыл вот это машина ребята мы едем реально настолько наслаждаемся мы не любим хвастаться просто наше впечатление о машине великолепнейшая машина вот она та которая нам была нужна все это время второй раз за сегодняшний день въезжаем в малоголосное 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 привет представляете да вот возле этой стоянки на вот этой горочке я училась сдавать ой с ручника подниматься вот здесь с ручника трогаться с места да 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 и не только с ручника ну с передачи короче с этим всем помнишь да короче училась стартовать на горочке помню съезжаем мы к озеру у нас здесь любимое местечко есть наше